Сыграть на хомусе музыкальном инструменте якутов или же пуститься в пляс с русскими красавицами. В день народного единства праздничное гуляние на театральной площади объединили представители разных национальностей, живущих в Сибири. По ароматному запаху самаркандских лепешек и плова можно было сразу же найти узбекское подворье. В таджикском узнать, что такое джаму и как правильно носить тюбитейку. Азербайджанцы рассказывали о своей родине и угощали вкусной самсой. Представители прибалтийских народов организовали целую выставку наручных кукол и глиняных игрушек. Такие подделки привозили из Прибалтики в качестве сувениров еще во времена Советского Союза. Все эти люди, у всех национальностей, они все здесь работают, все здесь живут и не общаться нельзя. Ну никак не получится. Все равно придется отстукаться локтями, как говорится. Поэтому, чтобы нормально жить, нормально трудиться, нужно знать культуру тех людей, которые живут с тобой рядом. Подворья народов Крайнего Севера поражали своей масштабностью. Стоило прийти на праздник хотя бы для того, чтобы увидеть настоящий чум в центре города. В нем принимали гостей, а на улице развлекали. Предлагали выбрать себе имя на долганском, нганасанском и немецких языках. Знакомили с особенностями декоративно-прикладного искусства северян. Все эти вещи, они сшиты своими руками, нашими мастерицами. Это вот и ненецкие бакари, уникальная шапка ненецкая, то, что вот сейчас самое традиционное, то есть как носят в тундре. Как уверяют, эвенке на севере нельзя не работать руками. Свои секреты рукоделия женщины хранят многие века и передают из поколения в поколение. К примеру, вот такие солнца из бисера и оленевого меха приносят эвенку удачу. Чем больше всего разукрашено чум, тем охотнику везение большое. Так принято говорить и думать, и так оно свершается. У гостей праздника такое разнообразие культур вызвало непередаваемые эмоции. Вы знаете, я была рада увидеть здесь Дудинку, это моя родина. Я с Норильска сама вот недавно переехала. Приятно было увидеть здесь вот Норильск, здесь столько, и Киргизия даже есть, представляете? Вообще, вроде бы Сибирь, а вот. Вот во многих городах я был, я сам издалека, с европейской части России. Но такого многообразия межнационального представления колорита, такого национальной дружбы, единства человеческого, всенародного, я нигде еще не видел. Это просто прекрасный праздник, у вас прекрасный город. Не могу не сказать, какой он у вас хороший. Десятки народных подворий объединили все диаспоры и нации в одном месте. Именно такие народные гуляния становятся доброй традицией сибирягов, позволяют лучше узнать тех, кто живет с нами по соседству. Ведь независимо от месторождения и культурных традиций, мы все россияне.